В регионе усиливают контроль за соблюдением масочного режима в связи с высоким числом заболевших коронавирусной инфекцией. С неожиданной проверкой сегодня нагрянули в крупные торговые центры. Причем вопросы возникли не только к покупателям, но и к самим сотрудникам магазинов. С подробностями Игорь Кранцев. Вот так со всей строгостью в регионе начинается декада «Бизнес против ковид». Без внимания уж точно не останется ни один покупатель. Хотя к сотрудникам торгового павильона требований не меньше. За то, что они предложили посетителю надеть маску при входе, грозит замечание. В соседнем магазине такой покупатель уже дошел до кассы. Девушка, вы обязаны не обслуживать его. Не обслуживать его, находящийся без маски. Возьмите сначала маску, потом пройдете и получите все. Тем торговым точкам, где не только спрашивают о наличии маски, но и предлагают одноразовые средства защиты на входе, ревизоры ставят плюс. В отличниках пока крупные торговые сети, а в небольших магазинах нарушения фиксируют гораздо чаще. В роли инспекторов выступают как сотрудники правоохранительных органов, так и дружинники. Опыта в подобных рейдах набираются и представители профильных министерств и ведомств. Процентов, наверное, 80 пытаются сразу исправить ситуацию, может даже 90. Но есть и такие, которые не хотят поправлять, то есть агрессивно реагируют на это. По таким лицам проводятся административные процедуры. По 26.1 КУАП РФ по привлечению к административной ответственности. Какие санкции? По санкции, по физлицам. Первое предупреждение дали до 30 тысяч млитридного усмотрения суда. И все же до крайних мер стараются не доводить, ограничиваясь беседами как с покупателями, так и с продавцами. При этом и самим проверяющим порой приходится отвечать на вопросы о коронавирусе и защите от него. Вот у нас обрабатывают остановки, все. А вот не раз мне обработали подземный переход. Ну он запланирован. Правда, дату обработки перехода называть не стали это и не в компетенции проверяющих. А вот контроль за торговыми сетями в регионе в ближайшие дни будет вестись весьма активно. Как в крупных торговых центрах, так и в небольших магазинах на окраинах. Обещают, что возле магазинов будут работать и волонтеры, чтобы напомнить. Средства индивидуальной защиты не блажь, а необходимость. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Ульяновск.